Добрый день, у нас в студии следующий гость Рамдан Аураг. Очень приятно вас приветствовать в онлайне Укрл.ФТВ. И Рамдан, я знаю, что вы занимались много лет, уже более 20 лет до конфликтологии на территории постсоветского пространства. И являетесь еще и специалистом в области, скажем так, исламского мира или ближневосточных вопросов, будучи представителем арабского мира. В привязке с постсоветским пространством. Да, конечно. Вот в этом направлении. Вопрос сейчас заостряется еще и тем, что, конечно, отдельно существует позиция межлица татарского народа, можно сказать, на территории Крымского полуострова. И существует организация, которая у нас в Украине официально разрешена, но к тому же она не подчиняется прямому межлицу. И запрещена на территории других постсоветских стран. И в арабском мире. И в арабском мире, да. Немножко подробнее об этой организации, которая называется правильно, как вот так. Хезбут Тахрир. Хезбут Тахрир, да. В общем, площадь Тахрир. И мы помним, что это означает, площадь свободы. Хезбут Тахрир, организация, которая сегодня существует официально в Украине и в Крыму, да? Да, ну, по нашим данным, то, что в интернете, по ресурсам информационным, то, что она существует и не запрещена. Хотя в то время, как в арабских странах и в азиатских, там, где превалирует исламская, я бы сказал, доктрина или исламская идеология, традиционная, она там не воспринимается. Потому что носит радикальный характер и является опасной, потому что может внести какую-то смуту и быть фактором дестабилизации, как и политической, так и общественной. Вот радикальное, значит, закоренное некоторое перестройство общества и ислама. Или они влияют только на... Ислам, там присутствует политический ислам, используется ислам как платформа идеологическая для достижения чисто таких целей политических власти и реанимации халифата. Халифата, его реанимация в очень таком формате радикальном, который воспринимается цивилизованным миром, в том числе цивилизованными мусульманами, которые являются светскими. Потому что ислам, в первую очередь, это салам, это мир, это не воевать, потому что мы отходим уже на другую плоскость. Мы находимся в глобальном мире, нам надо дружить со всеми нациями, со всеми представлениями других конфессий, других идеологий, и чтобы сохранить, как говорится, мир на этой планете. Но когда ислам, или не только ислам, любая идеология или религия, когда она радикализируется и становится инструментом манипуляции и политизации для достижения каких-то целей, особенно захвата власти, а потом мы получаем такой подарок в качестве, я бы сказал, такого инструмента влияния и узурпации, узурпации свобод, конституционных свобод любого общества, Тогда этот инструмент можно использовать уже как давление со стороны внешних игроков. Может быть уже подчинение внешних субъектов геополитики и шантажировать ту или другую страну. То, что происходит, то, что происходило в европейском мире и в Алжире. Кстати, у нас в 90-е годы была гражданская война, и как раз исламисты, радикалы были инструментом манипуляции и давления, и шантажа на местные и легитимные власти. И получили почти 200 тысяч убитых в Алжире, ни в чем не виноват. И поэтому, то, что кажется Крым, это очень опасная игра, если там появятся радикалы. Тогда Россия может воспользоваться своим присутствием и переформатировать свое присутствие в чисто миротворческий для якобы защиты мирных русскоязычных населений. Тогда она узаконит себя. И заявление Кадирова, который говорит, я готов там воевать. Мы знаем, что в Чечне тоже федеральные власти России воюют с радикалами, кстати, в Чечне. И можно, опыт у них есть, как с этим работать, как затягивать процесс, как ликвидировать. И тогда Крым будет площадью для воплощения и реализации миротворческих в кавишках миссий российских войск, которые будут уже первой стадией для легитимизации уже присутствия миротворческих войск. То есть, на самом деле, то заявление Кадырова, которое прошло, ну, почти не замечено, так не очень о нем. Я очень-очень опасный. Оно является довольно опасным. И оно о чем следует? Вписывается в то, что я только что сказал. Если вдруг, значит, внешний фактор, скажем, Российская Федерация может воспользоваться этим вакуумом, присутствием вакуумом в законодательстве Украины, то, что не запрещено, не запрещено деятельность таковых организаций, а потом спровоцировать их или их взять во внешнее управление, причинить их себе, потому как они не подчиняются межлицу татарскому, который является легитимным, да, по нашим представлениям, который они признают власть в Украине, которая сейчас у нас есть в Киеве, тогда это Россия может заниматься или использовать такое разделяя власть. Значит, мусульманские общины между собой должны уже будут в конфликте, и она будет уже заниматься миротворческим примирением. И ее предстоит будет легить. Тогда, может, тогда уже со своими партнерами из НАТО, может быть обезьян, тогда она будет выглядеть как миротворство. Но сверхзадача, она реализована, это, как говорится, контролировать регион и оторвать, значит, Украина от контроля над Черноморским бассейном. Для Украины это очень архив важно, для экономических связей, для перезагрузки экономики, после посткризисной экономики. Представьте себе, что Украина не может контролировать сообщения морские. Это импорт, экспорт Стамбул или что в Украине, у нас аграрная страна, она должна взаимодействовать с сегодняшним миром. У нас еще есть инвестиции, которые задекларированы, и Китай, и арабские мирные, которые хотят инвестировать. Таким образом, они будут решать эти вопросы через Москву. Это уже своего рода, можно сказать, колониальный подход к решению задач Украины, чего нельзя допускать. Я считаю, что то, что происходит сейчас, это попытка Москвы реанимировать себя в глазах своих, потому что это тоже направлено на внутреннее употребление политическое. Мы знаем, что как-никак появляются какие-то либеральные течения, которые недовольны политикой Путина. И когда возникает такая внешняя угроза Крыму против населения русскоязычной, тогда все внимание элит будет направлено... Переключается, анализируется и просто отвлекается от вопросов внутренней, так сказать, нестабильности политического режима. Оно как-то идет, вот сглаживается, потому что все взоры идут туда, идет мобилизация, не только, скажем, военная мобилизация информационная, психологическая. Но в этом плане то, что происходит сейчас, может власти Украины воспользоваться этим. Потому как Путин решил вопрос объединения Украины, невзирая на ту риторику запад, язык, региональный там сегмент, там мы русскоязычные, русскоязычные. Тут, если власти в Украине смогут предподнести то, что происходит в Крыму, как внешняя агрессия против украинской, это шанс для того, чтобы аккумулировать и переформатировать все проблемы, как в одно русло. Значит, чтобы люди отошли от своих проблем внутренних и объединиться во имя защиты и суверенности Украины. Тоже хороший шанс для того, чтобы... Хороший, да. Знакомые так по началу 20 века события 100-летней давности, начала Первой мировой войны. Там тоже такие же были примерно риторические приемы, когда все объединяются против какого-то внешнего врага. Я думаю, что воевать точно не надо и даже наоборот понять, на каком этапе мы находимся в том переговорном процессе, который вроде бы еще и не начинался, но уже говорят о всесторонних переговорах, международной общественностью, подключении и так далее. Как вы считаете, где мы сейчас находимся? Объединиться не в смысле, чтобы воевать, а объединиться, чтобы как-то быть готовым к решению вопроса. Значит, надо делегировать полномочия или свои права политические через новый организм. Я считаю, что пришло время перезагрузки. Не только, скажем, парламента, перезагрузки местных органов власти. Для чего? Потому что если не будет перезагрузка власти в Украине, конечно, в легитимном поле, в легитимном формате, чтобы не было потом вопросов. Таким образом появятся новые харизматические личности, новые лица, новые тенденции. И мы увидим новую Украину, которая не вписывается в, или не читается в энциклопедии советских. Это новая Украина с новым лицом, с европейским лицом, можно сказать, с тенденцией интегрироваться в цивилизованный мир. Но, как мы видим, что маневры России идут на разлом этого. Это, конечно, потому что даже наши, я говорю как украинцы, потому что считают себя украинцем, морально себя украинцем. Потому что кушают хлебы украинские и женат на украинке. И поэтому, к сожалению, наши вооруженные сели не были, как говорится, не прошли переформатирование, имеется в виду реформы. Потому что не было финансирования, не было и кадров серьезных. Потому что после развала Советского Союза все серьезные кадры, силовые кадры остались там служить, наверное, в российских войсках. Ну, сами лучшие. Или уехали уже специалистами, уже не как военными, может быть, уже как в гражданском смысле в США, в Израиль, туда. Таким образом, значит, обнищалась наша армия. И поэтому это уже вызов, это испытание для нации взяться за новую доктрину, выписать новую военную доктрину. Зачем нужна армия? Что мы защищаем? И как будем защищать? Кто наш враг, кто наш друг? Украина перерождается, можно сказать. Мы на пороге нового государственного образования. Даже те вопросы, на которых спекулировали, это Восток, язык, Запад, какие-то этнические меньшинства. С этим тоже нужна ревизия. Ревизия не только на уровне законодательном, но и на уровне общественно-политическом. Чтобы все то, что происходит сейчас в Украине, надо хорошо документировать и внести в учебники. Чтобы те поколения, которые придут после нас, два или три поколения, чтобы не ступали на те же грабли. Чтобы не было у нас крови, чтобы не погибли ничем не виновные люди. Говорится, ради расчета каких-то сиюминутных конъюнктур каких-то элит. Потому что мы знаем, как бы никак мы стали жертвой какой-то игры, может и внешней, может и локальной, между элитами. И чтобы не наступать на те же грабли. И поэтому то, что происходит сейчас, надо хорошо взвешивать, изучать, привлечь специалистов, может даже легионеров, не только украинцев. А то, что привлекли сейчас олигархов к решению проблем внутри политических? Нет, олигархов, как вы считаете? Я считаю, это ошибка. Почему? Обоснуйте Ромдан, пожалуйста. Авторитетные люди, всех уважают. Ну там, казалось бы, в регионах. Авторитет не Ахметова, например, или Коломойского и так далее. Ну они могут решать вопросы страны. Как патриоти, значит, создавая рабочие места. Платя налоги в казну. Но заниматься политикой, потому что народ вышел против них, против олигархического, я бы сказал так, этой обвертки, которая нас душит. И поэтому они могли бы воспитывать элиту политическую, финансировать, чтобы эта элита была воспринята всеми сословиями и всеми регионами. Мы должны думать не на уровне каким-то востока, скажем, Донецк, или Харков, или Воленская, на уровне государственном. Пока мы думаем категориями запада, востока, мы все равно будем наступать на те же грабли. Надо встать с ног и думать на государственном уровне, на уровне гражданина. Невзирая на то, какой он нации, какому богу он молится, какие у него преференции геополитические. Может быть, он любит Россию, хочет в российский проект. Пожалуйста, создавайте свои институты политические, идите на выборы и боретесь в рамках новой конституции, который будет естественным. Я считаю, я даже могу сказать, что конституция в Украине, она еще раз будет переформативна, не один раз. Потому что и та, и другая дала сбой. А сбой – это сотня, священные сотни детей, которые наши умерли в этих событиях. Из-за того, что политики не рассчитывали свои силы. Они просто заигрались, а потом этим, я бы сказал, маховиком закрутил. Они не нашли в себе сил, мужества остановить. И поэтому нужно уже взять во внимание эти ошибки, взять во внимание ошибки и опыт иностранных государств, в том числе Крымская карта, потому что и в Ягославии, кстати, там тоже использовались. – Ближе к нам все-таки опытный Тахрира, да? – Да, если будет Тахрира, то, что касается радикализации. – Вот если сказать о Тахрире, о площади Тахрира, о событиях в Египте, два слова буквально. Братья-мусульмане, насколько они, наверное, сыграли роль свою до конца, или им не дали сыграть эту роль, или что там разошлось с тем, что сейчас опять ведь военная… – Они просто оседляли волну. В Шабахтере вышли такие люди за свои законные права. – Они хотели, чтобы включились в лифты социальные, чтобы нашли себя, самореализовывались. Но когда эти достигли цели, скажем, тактические, не стратегические, то есть движение режима, они оседляли волну. У них уже подготовленная идеология, у них уже давно работают в подполье, у них есть система, как завербовать, как зомбировать, можно так сказать, используя религию. Я мусульманин традиционно, я за порядок, но когда политизируется религия в грязной политике, она не совсем чистая, я считаю это аморально. И поэтому то, что касается Хадзбат-Тахрир, это просто братья мусульман оседляли волну революционную и оказались в области. Тоже можно тут, значит, ребята наши в Украине вышли за законные свои права против коррупции, против, как говорится, вакханалии олигархической системы, но в плоде могут воспользоваться нечистые на руку политики, которые, мы не знаем, для этого нужна иллюстрация. Иллюстрация на уровне кабинетов, иллюстрация на уровне политических институтов, даже идеологических. Если идеология себя дискредитировала, не только тут, и была экспертиза на уровне международном, скажем, Хадзбат-Тахрир, как он стал причиной войн, крови, поэтому надо запрещать. И последний вопрос, какова должна быть роль Меджлиса и вообще крымско-катарского народа, вот этой общины, для того, чтобы регулировать, ну, по сути говоря, конфликт? Ну, о чем мы говорили, значит, Меджлис должен получить легитимность, формировать самооборону. Для этого должен подключиться, значит, чтобы был институт, который отвечал за это. У нас в законодательстве, наверное, много вакуума, и поэтому нужно дать им мандат от Киева, чтобы они себя защищали, включить их, например, они должны сказать, вот это наша самооборона. И приказом или каким-то административным решением включить их в ряды МВД или Совета нашей безопасности и обороны. Это уже, конечно, я не чиновник, я не могу дать... Но у вас же такое вот видение... Я же вижу... Урегулировать конфликт между той самообороной и... Если пригласят, я с удовольствием поделюсь своим видением, да. Но я вижу, не надо идти на провокации. Значит, сразу запрещают эти организации, которые могут быть головной болью. Потому что, например, если он тут работает как законопослушный, ну, в кавычках, то он его большие маневры для того, чтобы быть причиной провокации и быть, как говорится, объектом внешнего управления той или иной стороны. То есть, иначе говоря, завербованной какой-то разведкой внешней вполне... Да, и могут уже томиться в статусе уже миротворческой для защиты. Тогда уже летит имензация. Не оккупация, а уже миротворческая, то, что было уже у нас в Абхазии и Южной Осетии. Миротворцы. Надо этого не допустить. Ну, я не знаю. У вас сайт, главный редактор сайта, который называется... Дипломатический комментарий. Да. Но я еще... У меня есть издание вокруг украино-арабского языка. Это чисто патриотический, государственный такой. Я всегда взвешенный. Я не беру ни ту, ни ту. Я с украинским народом. То, что украинский народ диктует мне, как я буду этим подчиняться. Конечно, через те институты, которые он выставляет на власть. Да. Укар-Лаев тоже с украинским народом. Спасибо, Ромдан. Еще раз приходите там в студию и будем продолжать наш марафон. Спасибо вам.